Дорогие гости принято встречать хлебом и солью. Вот и для иностранной делегации Федеральный центр овощеводства подготовил культурную программу. Сначала краткая история создания, развития и достижений. Показали уникальные экспонаты музея. От скульптуры женщины, сделанной с натуры, до книг 40-х годов. Хотелось донести до потомков непосредственно те реакционные достижения и в том виде, как изначально они были созданы. Здесь у нас представлены бобовая культура, капустная культура. Российско-корейские отношения основаны на партнерстве и тесном сотрудничестве, особенно в области науки и техники. Очередную встречу посвятили аграрной теме. Иностранную делегацию возглавил президент сельскохозяйственной академии. Дело в том, что у них сельскохозяйство достаточно сильно развито. И поэтому нам будет интересно общаться с ними не только рассказывая о наших достижениях в области овощеводства, но и поинтересуемся их достижениями. Они у них очень серьезные. Семеноводство, биотехнологии и иммунология – три новые лаборатории, созданные в рамках нацпроекта. Задача ученых – ускорить селекционный процесс и сделать растения устойчивыми к болезням. Поделиться с коллегами своими наработками для наших научных сотрудников тоже важно. Наночистить сейчас далеко не делись самое аграрное производство и семеноведие в частности. Мы насыщаем наночистительные семена в вашей культуре. И они помогают семенам лучше питывать влагу, впитывать, питаться, питывать неорганические вещества из почвы. Более 14 тысяч санкций было наложено на Россию. Это стало настоящим вызовом для страны. Несмотря на все угрозы внешнего мира, ни о какой международной изоляции речи нет, подчеркнул директор института. Ежегодно порядка шести делегаций в разные годы из различных стран. В этом году у нас первая делегация. В прошлом году у нас были коллеги из Египта, Индии, Турции. Поэтому мы не видим никакого закрытого режима среди науки. Поэтому мы взаимодействуем в рамках тех задач, которые перед нами ставит президент, правительство и Министерство науки и высшего образования. Импорт и замещение идет полным ходом. Открытие, совершенствование наработок – все идет по плану. Мы стабильно работаем над созданием новых сортовых гибридов по запросу рынка, причем как любительских овощеводов, так и крупных хозяйств. Поэтому у нас ежегодно до 10 сортовых гибридов вновь создаются и вносятся в реестр селекционных достижений, допущенных для использования на территории различных регионов нашей страны. Поэтому эту работу мы продолжаем. Итогом встречи стало подписание меморандума о дальнейшей совместной работе. Сотрудники двух стран будут обмениваться опытом, материалами и достижениями. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».